Всем огромный привет! Меня зовут Сергей, добро пожаловать на канал Хабагивили! И сегодня мы с вами смотрим на новое бесплатное обновление для The Sims 4 от 31 января 2023 года. В это бесплатное обновление были добавлены такие штуки, как медицинские предметы, послеоперационные шрамы, повязки и корректирующие бельё и многое другое. Короче, почему-то всё связанное с медициной. По большей части этому есть объяснение и сегодня я вам об этом расскажу. Так что поехали! Ну что, первое нововведение это новый пункт в режиме создания персонажа. А если бы точнее, то он называется медицинские предметы. Он выглядит в виде сердечка с пульсом. Нажимая на него, мы с вами можем увидеть различные медицинские штуки для персонажей. В этом случае, я так понимаю, это что-то по типу инсулиновой помпы, да, для персонажей, которые страдают сахарным диабетом. А здесь они имеют различные расцветки, различные формы, персонаж постоянно разворачивается, неудобно это всё дело смотреть. Вот, также есть вот такие. Вот, я не знаю, ребят, напишите в комментариях, как правильно это называется, но я так понимаю, что это что-то по типу инсулиновой помпы. Вот, описание данного обновления гласит, что это глюкометр, то есть для измерения сахара в крови. Ну, короче, я был очень-очень близок к своим догадкам. Это глюкометр для персонажей, которые страдают, собственно, сахарным диабетом. Вот, и на это же сразу наталкивает мысль, что же нам принесёт новое дополнение. Возможно, у нас появятся какие-то новые заболевания по типу того же сахарного диабета, когда персонажам будет нельзя есть сладкое или что-нибудь ещё. А если бы точнее, то такие глюкометры будут уместны для применения на пожилых персонажах, и постоянно персонаж разворачивается, неудобно. А такие глюкометры есть как на правую, так и на левую руку, вы можете их размещать где угодно и как угодно. И также у нас есть они круглые, квадратные и овальные. И также есть глюкометры, которые располагаются на поясе, на талии, да, и также они имеют различные свои расцветки, формы, круглые, прямоугольные и квадратные, которые находятся с другой стороны талии, вот. Также с этим бесплатным обновлением пришли новые шрамы для персонажей, но вы их не найдёте, если у вас в режиме создания персонажа девушка. Вам нужно в гендерных настройках выставить, чтобы у персонажа была, скажем так, мужской тип фигуры, мужское телосложение. И тогда нажимая на персонажа, и у вас получается, заходите в тело, заходите в шрамы, и у вас здесь появляется... И у вас здесь нихрена не появляется. Вот. Если вы переходите именно за парней, почему-то на девушках с мужским типом фигуры это не работает, наверное, это логично. Вот. А вот на парнях, я так понимаю, это будет работать, и тут есть вот такие вот послеоперационные шрамы по удалению груди. Разумеется, это сделано в поддержку определённых слоёв населения, для того, чтобы просто добавить в игру чуть больше реализма. Там есть определённые функции, которые способствуют, скажем так, сопутствуют вот эти вот шрамы на теле персонажей. Думаю, все понимаете, о чём идёт речь. Дальше мы переходим в одежду, и нам нужен раздел майки, ведь здесь добавлено новое корректирующее, ужимающее, скажем так, бельё, которое, опять же, возможно, помогает персонажам после операции, либо ещё какие-нибудь пикантные моменты, скажем так. У него также есть очень много расцветок различных, также есть вот такие вот чёрные, чуть коричневые, тёмно-коричневые. Короче, оттенков очень много, они реально классные, и вот такое вот корректирующее бельё выглядит вполне себе уместно в 74 после последних обновлений. Также вместе с этой майкой пришло и вот такое вот корректирующее бельё, то есть они, получается, идут таким неким комплектом, также у них есть одинаковые расцветки, выглядит это вполне себе забавно, как по мне, и выглядит как-то вот так. Мне, если честно, напоминает, знаете, какие-нибудь фильмы, что-то по типу пятого элемента, ну, у меня определённые ассоциации, конечно, я понимаю, для чего это и зачем это, но опять же, для тех, кто понимает, те поймут. Расцветки у этого корректирующего белья также имеются, их очень много, они очень, в общем, классных оттенков, они как телесные, так и более тёмные, так и более светлые, и чёрные, и серые, и опять чёрные, а интересно, он, ага, там более глубокий чёрный, а здесь менее глубокий чёрный, разработчики, конечно, прям вообще разошлись не на шутку. Вот, и так же прикольно, что это корректирующее бельё, оно прозрачное, и из-под этого нижнего белья виден глюкометр, то есть означает, что эти, это обтягивающее бельё действительно прозрачное, а не просто текстурку кожи повторяет персонажей. Ну что, на этом у нас заканчивается обзор режима создания персонажа, и переходим в режим строительства, ведь именно там есть что показать. Ну что, вот мы с вами и перешли в режим строительства, а здесь у нас пришла одна маленькая интересная штучка. Её можно будет искать по поиску, так как я знаю, как она называется, называется она «Неработающий выключатель». Неработающий переключатель, вот объект, который нам нужен, он пришёл в бесплатном обновлении в базовую версию игры, и теперь вы можете расставлять выключатели по всему дому вашим персонажам. Разумеется, он никаким образом не кликабельный, он, собственно, называется «Неработающий выключатель». И также можно заметить, что вполне себе у него довольно объёмная текстурка, то есть это не просто что-то нарисовано, можно видеть, что выключатель действительно объёмный, и выглядит очень-очень классно. То есть сделано, ну, не совсем уж халтурно, конечно, я понимаю, если бы он был активным, работающим, с помощью него можно было выключать и включать свет в доме, было бы, конечно, лучше. А также вам напомню, что у нас в игре уже есть выключатели, и они пришли с новым комплектом, одним из последних комплектов, и выглядят они вот таким образом. Теперь у нас в игре вот такие вот три выключателя. Один в базовой версии игры и два в комплекте. Разумеется, разработчики исправили огромное количество ошибок и багов. Прочитаю вам сейчас не все, просто именно по каким дополнениям. Были исправлены ошибки в основной игре, а также в дополнении «Жизнь в городе», «Путь к славе», «Экологичная жизнь», «Таршая школа», «Паранормальные», «Непылинки» и «В поход». И да-да-да, вы услышали все правильно, комплект «Непылинки», единственный, который с геймплейной частью постоянно в багах. И походу они наконец-таки исправили самый главный баг данного комплекта. Теперь у вас будет появляться пыль опять, вновь, наконец-таки. Главный функционал данного комплекта вернули в игру, и уже потом посмотрим на игре, а именно на прохождениях, действительно ли будет появляться пыль, или же это опять пыль в глаза, как с недвигающимися персонажами на паузе, и так далее. Потому что баги последнего обновления, они все-таки остались. Но посмотрим, может быть их исправили в этом обновлении. Но тут только время покажет. Ну что, вот такой вот обзор бесплатного обновления вы только что посмотрели. Если вам понравилось данное бесплатное обновление и вообще мое видео, можете поставить палец вверх, также подписаться на канал, дабы не упускать самую свежую и интересную информацию из мира The Sims, а ее в ближайшее время будет очень много. После этого видео бегу снимать выпуск новостей. Поэтому всем спасибо огромное за просмотр, и всем до скорых встреч, и пока-пока, мои хорошие. Пока-пока.